Отопительная печь бахтинка. Как бахтинка? Бахтинка, да. Она просто очень и очень и очень красивая. Еле удалось пробиться к этой новинке. Мы разгоняли народ. От проворачивания там вспыхивает невероятное пламя. Момент. Та-да-та-да-та! Ого! Друзья, вновь приветствуем всех на выставке салон Каминов 2022. На этот раз мы на стенде компании ProMetal, которая выпускает такие печи, как бахта и атмосфера. Это невероятные печи. Одна из них печь цельнолитая, которая отапливает помещение. А другая банная печь невероятных форм и выглядит крайне по-современному. Со мной вместе Кузовкин Андрей, который представляет эту марку. И сегодня он расскажет нам про то, как рождались эти печи и что появилось нового. Что ждать в магазинах Форнакс в этом сезоне, буквально со дня на день в наших магазинах. Приветствую Евгений. Рады, что посетили наш стенд. Мы по-новому начали презентовать нашу продукцию. Не только стройными рядами, выставляя ее по периметру, а уже так, как должны выглядеть печи. Собственно, в парны, на балках, с отделкой деревом и так далее. В этом году у нас получается порядка раз, два, три. Три новинки. Это две отопительные печи. Печь Камин Маэстро и маленькая отопительная печь Бахтинка, которая крайне уютная и согреет вас холодными зимними вечерами. Как? Бахтинка? Бахтинка, да. Это один из притоков печи Бахта, ой, печи Бахта, реки Бахта, которая протекает в Красноярском крае. Ну, для тех наших зрителей, которые все-таки еще сомневаются, как правильно произносить Бахта или Бахта, все-таки Бахта, это действительно... Нет, вообще Бахта. Бахта? Да, Бахта. То есть, там коренные народы, у них чаще всего ударение на конечное слово. Но кому как нравится, и Бахта, и Бахта будет абсолютно верным. Ну, давайте все-таки, наверное, вернемся к печам, посмотрим, что же такого интересного в этой новинке. Итак, мы подошли к нашим новинкам. Это печь Камин Маэстро и, собственно, Бахтинка. Если про эту печь, я бы ее для себя назвал, это действительно мастерство управления огнем. То есть, оригинальная конструкция прижимов, которые очень плотно замыкают, по сути дела, под воздухом воздуха, верхнего и нижнего. И шипер, он дает действительно 100% управление огнем. Мы Евгению скинем в наши промо-ролики. Я думаю, это все нарезки будет. Да, с удовольствием вставлю свое видео. Когда от проворачивания, там вспыхивает невероятное пламя. И ужасно, конечно, сравнивать вот эту печь. Но вот этот регулятор работает как на газовой печи. То есть, вы ее проворачиваете полностью. Планка, она идет примыкание по всему периметру. Можно два, там два, потому что какая-то сзади перелет. Что, тут дверца какая массивная? Все в этой печи солидно. То есть, маэстро – это в переводе с итальянского «мастер». То есть, когда люди восхищаются чьей-либо работой, говорят о том «маэстро». То есть, это концепция печи – это мастерство управления огнем. Что это действительно мастерски происходит. Также она достаточно солидно весит. Это порядка 180 кг, кроме стого чугуна. Цельной литой конструкции топки. Далее, зольный ящик. Он идет внутри топки. Герметичность практически стопроцентная. Печь комплектуется шибером. Дымоход позволяет подключение 130-й по конденсатам, 150-й фоноружки. Выход дымохода может быть верхний, может быть задний. Что еще про нее сказать? Ну, она просто очень и очень и очень красивая. Слушай, ну судя по размерам, где-то, наверное, 250-280. Даже может быть больше кубов она отапливает. Если это одно большое помещение – 250-100%. Если у вас идет перегородки, либо это второй цвет, либо еще какой-либо объем – вот этот промо-ролик, где показано, как это все горит и как это управляется. На самом деле он прям хорош. Сейчас открыт предзаказ. В ближайшее время, в том числе и в магазинах Форнакс появится этот красавец. Здорово. Ну, рядом для контраста, друзья, давайте все-таки посмотрим. Бахтинка. Что такое слово? И как гармонично стоит на ней лира, да? Лира, да. Бахтинка. Это вариация на тему бахты, по сути дела. Это бахта, скажем так, на минималке. То есть, очень часто мы сталкивались, знаете, с таким вопросом, то что мощности бахты ее было много. Она избыточная, она более тяжелая и, по сути дела, ну, людям, ну, скажем, в двух дачных домиках очень часто ее приобретать до дачи. Бахты много. Им нужно было что-то небольшое, компактное, что не занимает весна, но то же самое поможет выручить тогда осенью, поздней, либо ранней весной. Вот как раз родилась вот такая вот печь. Тот же самый цельнолитой корпус, оригинальная конструкция ручки, мы такую еще не делали. Ручка идет поворотная с таким вот прижимом. Зольный ящик находится внутри, то есть здесь решетка, чтобы угли не вылетали. Причем плюс этой печи колосниковое дно, оно съемное, то есть вы можете его достать и в целом использовать как бесколосниковую печь. То есть с очень тонкой регулировкой, режимом горения и возможностью вылезти ее в режим дни. Тот же самый прижим по периметру уплотнительный шнур, две регулировочные шторки, которые позволяют подать воздух как верхнему горению, так и нижнему горению. Можно, кстати, все наши печи растапливать как сверху, так и снизу. То есть на одной закладке при правильной настройке поддува воздуха и шипера весь способно работать 8 часов, вполне реальный результат. То есть вы закладываете вечером и до 6 утра, условно говоря, всегда теплый теплоаккумулятор, который будет создавать тепло в вашем доме. Весит она 78 килограмм, чугун кровистый, ЧХ-1, возможность что-либо подогреть. Отбойник оригинальный, то есть всегда есть возможность после того, как вы почистили домофон, всю подбойник выпустить и все это хозяйство упадает вам в топ. Андрей, цельнолитой корпус у нее? Да, абсолютно полностью, то есть можно посмотреть. Камера позволяет нам снизу заглянуть под печь, никаких болтовых соединений вы не увидите, кроме ножек. Теперь для нашего отечественного рынка есть вот такой замечательный продукт. Ну и к тому же его можно проапгрейдить установкой натрубного теплообменника Лира. Теплообменного конвектора Лира, да, который позволяет на 0,75 квадратного метра, то есть если полностью развернуть все теплоотражающие поверхности Лиры, это будет практически квадратный метр горячего чугуна, который будет отдавать тепло. Это 0,75 квадратный метр, то есть здесь 0,75, здесь 0,75, а в окна примерно 1,25 квадратных метров теплопередающих поверхностей. Но несмотря на то, что у нас в Сибири еще актуальна тема отопления, я думаю, в ближайшие пару месяцев точно будет. Давай, может быть, перейдем мы к тому, что ждет нас летом. Это банные печи. Тогда нам нужно переместиться к очень интересному. Ну, наверное, это банный монстр. Это новинка на очень большие объемы. То есть стандартная линейка атмосферы, она сохраняется от атмосферы M до атмосферы 2XL, которая идет с двумя каменками. Сейчас мы пришли к новой аббревиатуре. Это атмосфера B. Пойдемте. Друзья, нам еле удалось пробиться к этой новинке. Мы разгоняли народ, который пришел сюда на выставку, на стенд компании Prometal, для того, чтобы подойти, посмотреть на новую печь атмосферы. Андрей, что это за печь? Огромнейшая, нереальных размеров. Основной замысел этой печи сделать внутреннюю каменку, которая точно такая же с нержавеющей стали, еще лучше прогревающейся. Здесь, смотрите, момент. Каменку пронизка на трубах. Труба выполнена из 304 нержавеющей стали. Это специальный завихритель, чтобы фламя не напрямую полетало в трубу, а чтобы оно делало несколько оборотов. То есть у печи атмосферы, у классической печи атмосферы, по внешней контуру каменки есть турбулизаторы эти, да? Завихрители, да. Еще и внутрь вы поместили эту чугунную... Вот такой вот червячок. Вентиль, шопал, я не знаю, червячный механизм, по сути дела. Здесь основная задача, то есть печь выполнена в конусном форме. То есть каменка, она выполнена тоже в конусной форме. Соответственно, нужно было верхнюю часть, которая достаточно большого диаметра, прогреть. Для этого мы интегрировали в нашу каменку трубу, которая проницывает и дополнительно нагревается. То есть она по внешним стенкам прогревается и еще и внутри. И по внутренней стенке. Отлично. То есть, когда проводили испытания, мы не из каменки, не из каменки. У нас термопара с просверленным камнем, то есть, по сути дела, она была в самом низу. В каменке мы разогрели до 632 градусов. Ничего себе. Да. Верх каменки рабочая температура была порядка 500 градусов. Ну, то есть, здесь, в принципе, и нагрузка на дымоход довольно большая получается в этой печи. А вот как раз таки нет. Мы пробовали топить действительно дубовыми дровами, которые достаточно высокой плотности, высокой калорийности. Но это одни из лучших дров. Ну да, они 800 градусов дадут пригодение. В том числе, корпус печи был красный до середины, до вот этого болтового соединения. То есть, по факту, где горение было. А дымоход не нагрелся до температуры свыше 350 градусов. То есть, для банной печи это очень хороший результат. То есть, даже установив обычный ферритный дымоход, то есть, это 430 или 439 дежавейка, он точно так же будет хорошо служить. То есть, не обязательно ставить усты нитку, либо еще какие-то другие дымоходы. Андрей, ну эта печь уже все-таки, наверное, для более, я не скажу, премиального сегмента, для клубного такого использования, да? Да, безусловно. Здесь, с этой печью, вы можете, во-первых, получить всегда большое количество пара. Обратите внимание на заливную горловину. Она оригинальная и на две части разбита. То есть, соответственно, левая часть, она в левую сторону каменки подает, правая часть, в правую сторону каменки подает. Вот, по парообразующим способностям, по возможности получить пар, эта печь очень крута. Мы когда испытывали ее, я сюда залил 5 литров с ведра, плюс-минус, и сюда залил 5 литров с ведра. И после второго подлива, она только потом начала, по сути дела, подзакипать немного. Вы не сразу разбежались? Присели сразу, то есть, была первая волна, 5 литров бахнули, присели, минут на 5-7, и потом была вторая волна, потому что находиться в полный рост было очень-очень-очень-очень сложно. Также, по концепции этой печи, мы точно так же можем увеличить топливный тоннель, то есть, вынести его, установив вот сюда вставку удлинитель топливного тоннеля. Пока это печь сетки, то есть, нержавеющие, с нержавеющими прутками, и здесь наружная каменка, но она действительно очень большая. Здесь чуть меньше метра диаметра. Слушай, ну я не знаю, килограммов 300, наверное, камней-то войдет, наверное. 350 точно, все зависит от фракции. Ну, то есть, поменьше камень, и он побольше, и он пойдет больше камень, как уложить. Ну и да, современные чугунные печи позволяют действительно установить их в любых банях, в любой конфигурации. И особенно водительцы дорогих бань, сделанных из кругляка, будут довольны. И могут рассчитывать на то, что с помощью дополнительно устанавливаемой детали можно нарастить топливный канал и без проблем топить ее из большой комнаты отдыха. Да, то есть комната отдыха, если у вас реализована топка с улицы, либо там с дровняка и так далее, бывает то, что люди, ну, не любят грязи, которая в любом случае будет сыпаться от дров. Такое, мы из практики устанавливали 4 удлинителя тоннеля, то есть нужно было пройти около 600 стен. Ничего себе! Да! Прекрасно печь работает, без проблем, но дрова нужно накидывать с разбегом. Для того, чтобы, ну, у нас удлинитель тоннеля он 16 сантиметров, соответственно, если 4 по 16, это сколько? Ну, у нас 68 сантиметров. То есть у нас не короткая топка плюс 68. То есть там у нас с палами опять. Андрей, ну, спасибо большое. Я думаю, что мы, в принципе, наверное, все самое интересное охватили на вашем стенде. Стенд замечательный, красивый, так держать. И я думаю, что мы увидимся непременно на следующий год, когда вы приедете сюда. Ну вот, друзья, мы, в принципе, выяснили все, что хотели. Пожелаем удачи компании Прометал. Они большие молодцы. Развиваются семимильными шагами. Так держать. Все. Успехов. Вам спасибо. Пока. Счастливо.